Итак, всем привет! Хочу представить вашему поединок. Больше для все-таки обсуждения. Посмотреть, что вообще происходит в вышедшей второй вахе. Какие составы, что и как, что и как можно заигрывать, где какие ошибки и, может быть, какие-то выводы определенные сделать здесь для зрителей, для игроков прежде всего. Я иду за скавинов. Противостоит мне игрок Chicken Fire. Идет он за лизардменов. Вот. И мой состав на этот бой. Ну, вообще, как бы мне нравится вот эта вот коляска, но насколько вот она оправдана против лизардов, в общем-то, наверное, все-таки она не оправдана. Ну и больше, конечно, сейчас составы все берут, все экспериментируют. Вот. Я предполагал, что будут крупные цели. Взял я вот этих вот двух товарищей алибордистов. Ну, не знаю, насколько вот они хороши. Что-то мне как-то в этом бою они... Ну, я, наверное, ждал от них эффективности Стражей Феникса. И, наверное, совершенно напрасно я это делал. Вот. Поэтому у меня вот с бонусом против крупных. Ну, вот эти вот так себе копейщики клана Крысы с копьями в количестве трех. Ну, а чтобы пеху резать, я взял вот замечательный вот этот вот отряд. Бегущие убийцы просто великолепные. То есть, я все-таки думаю, что за вот три у меня их отряда, я думаю, все-таки за Крыс, ну, наверное, must have этот отряд. Ну, вот другое дело, что его количество должно варьироваться. Ну, и Чумные Монахи, блин, меня не прикалывают эти товарищи, тоже у них куча бонусов. То есть, посмотрите, вот они под неистовством, они с численным этим превосходством со своим и сопротивлением физ. урону. То есть, и 88 дисциплины, и вот и атака, и защита, и сила оружия, и усиление натиска у них все под бонусами вообще. Ну, кроме скорости. Скорость у них идет минусом. Понятно, что доспех при физ. резисте он небольшой, но тем не менее. Итак, и, ну, вот эти вот две алибарды, два вот этих вот замечательных сфероносцы отравленного ветра, которые с бронебойным уроном, все-таки, наверное, мало два. Ну, квик-голова-грыз у меня, с вот этой замечательной обилочкой, минус 18 доспех, и с великолепной обилкой торфейные головы. Аж 45 защита, минус 26 атака, минус замечательная вещь такая. Ну, крысиная доблесть, ну, больше, чтобы успехи выдергивать. Хотя, лизардмены, по большому счету, не пехотная фракция, так-то. Не про пехоту. Ну, и вот эта вот коляска, наверное, все-таки ошибочно, конечно, ее брать против лизардмены. Я думаю, все-таки здесь, исходя из того, что крупные, много крупных целей здесь, наверное, все-таки нужно брать что-то такое вот типа шторма крысов, закидывать, пытаться останавливать все это дело, ну, и расстреливать. То есть, все-таки побольше пехи и побольше стрелков, и поменьше вот таких вот дорогих отрядов, которые, в общем-то, та пехота, которая здесь представлена, представлена, в совокупности еще и с героем, с ассасином. Вот, я думаю, ее вполне достаточно, чтобы... Кстати, великолепный вот этот вот герой, просто замечательный. Я думаю, ее достаточно, чтобы разматывать пеху лизардов. Ну, а лизарды на этот бой притащили наездников на хладнокровных. Вот такие вот товарищи прикольные. С бронебойным этим уроном и так далее, с великолепным доспехом 90. Ну, и дешевые они. Завры войны, обычные завры войны со щитами 2. Даже раз, два, три, да, да, завры войны 4. 4 завра войны со щитами. Ну, и командный состав и крупные вот эти вот цели как раз представлены. Они вот жрец у нас здесь, причем это жрец такой сверхзащищенный. Ну, у них здесь брать, кроме как роковую стаю, по большому счету, у лизардов нечем. Не, ну, кроме этой стаи, нечего брать. Может быть, я ошибаюсь, но, как бы, понятно, что сейчас только начало. Вахи, да, только начали играть, поэтому, если какие-то советы, что-то там давайте. Ну, и вот этот вот замечательный чувак, бастиладон с кристаллом оживления. Блин, он и сам хилит, он и другие хилит. У него 10 хилок. Ну, а вот если кто-то делал тесты, скажите, сколько он там дает хила. Ну, я вот так по ходу боя прикидывал, ну, порядка 500 хп он дает. Поэтому за бой, если даже 500 он дает, и да сколько бы там ни было, 2-3 сотни даже. То есть, по ходу боя это превращается уже в 1000 хп. Вот, в качестве генерала у нас это жирный генерал, это Крокгар. 6,5 у него, все у него бонусы. Видите, у него бонус против крупных целей. Блин, то есть, он как бы предназначен, такой универсальный отряд, так скажем, бронебойность и так далее. Ну, и Шрам Ветеран Завров тоже достаточно жирный такой товарищ со своими обилочками. Сейчас давайте посмотрим. Другое дело, что все эти товарищи впадают в неистовство, и неуправляемые они. Ну, давайте посмотрим по ходу боя, насколько это неистовство является минусом, либо плюсом. Да, вот тоже этот взрыв у него здесь. Потом, что у нас? Вот меня сцинк интересует. У него здесь, а, скрижаль, да. Да, минус 8 дисциплина, замечательный момент. Хороший момент, скажем так. Ну, давайте на сближение идут армии. Вот. Поэтому, в общем-то, пеха здесь, по итогу, она не проблема. То есть, даже вот так вот, первый беглый взгляд, он сразу дает возможность оценить, что пехота здесь, конечно, для скавинов не будет проблемой. Ну, и пытаюсь я экранировать фланги от этой кавы. Но, опять-таки, экран-то экраном. Что там, да, роковую стаю сейчас отбрасывают. И пошли тут чардж на чардж. Замечательно заходят мои бегущие убийцы. Одни и вторые. Единственное, что вот тут, конечно, промоты не зашли здесь в Завров война. И великолепно. Вот они, пожалуйста, вам эти алебарды. Хоть и перестроил я, и нифига они сдержать не могут. То есть, я рассчитывал там на что? Что стрелки вот эти, они хоть мал-мал отработают по вот этим вот крупным товарищам. Вот, нифига они не отработали. Копейщиков, копейщиками я пытаюсь экранировать здесь, перекрыть стрелку. Копейщиков, пеха. Ну, не сказать, чтобы уж прям бегущие убийцы этих Завров войнов тут, ну, взяли прямо вот и вынесли, да? Что там вот они, под чем? Ну-ка, давайте посмотрим, что с ними там происходит. Завры, войны. Никаких у них там бонусов пока я не вижу. Здесь я тоже не вижу. Так, и тут у нас... Да, вот они все под коляской. Посмотрите, все минусом. Минус доспех этот идет, блин. И на Крокгара минус доспех. И трофейные головы на него вот все это откидывается. Блин, я просто не могу до него добраться. У меня уже чумные монахи куда-то вот тут вот по тылам. А, кстати, это я Закал брал. Они вот призваны. Блин, лучше бы каких-нибудь копейщиков еще 2-3, короче, призвал, чем вот эту вот муть. Вроде и вытаскиваю я коляску из-под этих крупных целей. То есть, получается, для нее здесь уже просто-напросто нету, короче, вот этих вот целей. То есть, ей здесь некого бить. Пехоты нету, все. То есть, у лизардов, походу, ну, тут осталось, что тут раз-два, короче, два отряда пехотных. И все на этом. И все вот эти вот копейщики были, ни черта они, короче, не стоят. Вроде бы и кастую я и на шрама, и на этого товарища. Все подряд. И копейщики вроде бы, вот они заходят. Блин, ну, по итогу нифига, короче, они. И бегут, короче, и мои, и его бегут. И, блин, все подряд, в общем. И под этим вот он снова опять, вот эта обилка, что защиту и атаку ему, значит, там режут. То есть, у меня получается вообще вот это вот многоэлитной пехоты, всякие чумные монахи. Ну, по 750 бегущие убийцы, по 950. Они не удел по факту получаются. То есть, им некого, короче, бить. Пеха размотана практически, ну, почти мгновенно. Знаете, вообще где-то там бегают. Хотя, вот эти-то ребята-завры со щитами. То есть, это, что там, пехота с булавами у нас. Да, они, в общем-то, ну, не самые такие лоховские, скажем так. Ну, по сравнению с другими. Кастут. На чумных монахов. Ну, и проблема-то вот в чем. Что нечем убивать эти крупные цели по итогу. То есть, копейщики, вот даже по ходу боя видно, что все-все копейщики, они все предели. Они цепляют каву. Вот здесь одну, вторую цепляют кавалерию. Они бьются вот здесь вот. Что там остатки, значит, этих алибард. Вот здесь вот они хлещутся с крупными целями. Коляска нарезает она здесь эту пехоту. В общем-то, когда берешь такую коляску, по большому счету, с пехотой проблем не будет. Все. Тут, получается, крокгар заходит на пеху. Блин, а им, они ничего не могут с ним, блин, сделать. Поэтому я вынужден везде выдергивать постоянно копейщиков. Постоянно где-то они у меня бегают, не пойми где. А крупные эти цели я просадить все никак не могу. То есть, кое-как, кое-как. Может быть, где-то, конечно, что-то с контролем там промотался. Но, по итогу, вроде бы и коляска у меня живет. Вот она до конца боя. И дамажит она здесь пеху. И неплохо, в общем-то, дамажит. Хотя, ну, наверное, больше дамажит не... Видите, 21 всего набила. Что там ее? Ну, и вот, если обратить внимание, давайте посмотрим. Вот они все в состоянии неистовства. Здесь многие. Блин, ну, их зато контролить не надо. Они возвращаются сами и бьют сами. То есть, с одной стороны, это минус, что вы не можете направить их туда, куда надо. С другой стороны, это плюс. На них не нужно обращать какое-то пристальное внимание. Ну, и все. И коляской я уже вынужден чаржить вот этих вот крупных товарищей. Но как-то плохо все это дело получается. Как-то плохо все это удается. Вроде бы он здесь под обилкой. Вот трофейные головы, блин. Что вот он наносит дамаг. Ну-ка, давайте посмотрим. Жрец чумы бьет он его. Нет, не наносит он ему даже дамага. Блин, ну и мой, короче, жрец чумы. Толком ничего поделать здесь не может. Вот. А вот стрелков-то, мало того, что не сберег. Ну. Не вот эти, конечно. Они шустрые. Блин. И они достаточно вот такие стойкие. Получается. Они уже две лычки накосили. Видите, наездники на хладнокровных. Ну, тут алебарды неплохо. Копейщики заходят. Но не догнать их, разумеется. Поэтому вот какое-то у меня такое вот впечатление сложилось. Что мне не хватило именно вот отрядов, которые бы могли убить вот эти вот крупные цели. Я вот сейчас ускоряюсь. И мы с вами увидим. То есть вот основа. Я тащу копейщиков сюда вот в центр этого замеса. Вроде бы и гена у меня там просажен. Блин. Но он все равно живет. И крокгар сбегает. И... Но крупные вот эти остальные живы. То есть у нас получается на конец боя. И крокгар вот снова у нас тут уже возвращается. И хоть бы что ему. У него достаточно высокие показатели. Защита он 40 у него. Ну и скорость у него, конечно же, очень высокая. Вроде бы и копья здесь берег. Блин. Ну они такие какие-то хлипкие, короче. То есть они прям вот так вот, ну... Завр. Вот он, он сам атакует. Видите? То есть его не надо даже контролить. Он сам, блин, бежит и бьет. То есть с одной стороны минус. С другой стороны, конечно, это плюс. Скажем так. Что там у нас? Роковая стая, наверное, да? Очередная. Скастована. Поэтому у лизардов живет маг. Он всю дорогу живет. Он всю дорогу кастует и кастует и кастует. Вот у роковую стаи. Вроде бы и алебарды. Вот они эти штормокрысы. Их 52 здесь. Блин, ну не могут они его. И все моргает. И все равно, короче, не заходит. Эти здесь под каким-то кайфом бегают. Не пойми, что с ними тут. Да, и крок гарра-то все равно удается. Но вот где-то, то есть, какой-то небольшой такой изъян в составе. Наверное, все-таки вот эта вот коляска, она была лишняя. Поэтому жду я мнений, конечно же, здесь. Ваших по вот именно вот этому мачапу. Крысы, крысяки с ящерицами. Все, и вроде бы всех размотал. Азавр все равно выжил. Маг, он практически, ну он и постреливал. Да, урон у него высокий. Там где-то пеху, конечно же, он чаржил. Потому что пехи с ней, моей было с ним просто не справиться. Настолько вот он крутой. Ну, вот и да, состав достаточно интересный. Вот они эти наездники на хладнокровных. По 100, по 93 набили. Да, это не самые дешевые, которые. Это крутые ребята, да. Вот. Ну, и Завры войны со щитами, в общем-то, неплохо вообще зашли. Прям вообще неплохо. Вот два отряда великолепно. Бастиладон где-то там носился. Ну, и жрец цинков, посмотрите, 121. Конечно, очень высокие цифры. То есть, как бы много у меня не было войска, тысяча считай, накрошили. Вот такие вот результаты пока. Причем странно, монах у нас, да, больше всех набил. А пеха по 950 вообще. То есть, все, что зашло вот это вот дело вторым темпом. Вся вот эта вот шайка, она их просто-напросто растоптала. Ну, вот такое вот начало. Скоро попрут у нас турниры, попрет ЧАЭР. И там уже будем более подробно и детально разбираться. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...